мир вам с вами андрей росток мы славяне привыкли называть наших детей не придавая особого значения смыслу имен мы даем им имена потому что нам нравится звучание этого слова или в честь кого-то но не так мы находим это в библии имя человека имеет очень большое значение вспомним история авраама и сары бог давая определенное обетование аврааму говорит теперь твое имя будет не авраам а авраам также и не сара а сара что указывает на то что имя имеет очень большое значение у бога так же само и с яков и он был переименован на израиль и в новом завете иисус меняет имя симону назвав ее петром и также братьям якову заведееву и иоанну брату якова нарекший им имена во энергез так давайте посмотрим не внес ли враг свою лепту в перевод библии в искажение имени иисуса христа забегая наперед скажу вам да враг это сделал и сильно исказил имя иисуса христа для начала разберемся на каком языке проповедовал иисус христос и на каком языке ангел давал повеление марии и иосифу назвать обещанному мессию спасителя мы знаем что библия вернее новый завет написан на греческом языке но внимательно читая новый завет мы находим много цитат на еврейском языке и так это потому что иисус проповедовал на греческом но иногда высказывался на еврейском или иисус все говорил на еврейском но переводчики переводя его слова с еврейского на греческий некоторые цитаты оставляли в оригинале это весьма интересный вопрос и очень сложный но все же положивший на веса всю информацию и всю логику я пришел к выводу что он разговаривал на еврейском языке и главное подтверждение тому то что он сказал я послан только к погибшим овцам дома израилева в то время израиль находился под оккупацией римлян который разговаривали на греческом языке и казалось бы ради них стоило бы говорить на греческом языке но иисус ясно дал понять что он послал не к римлянам а к евреям и поэтому очевидно что он говорил на еврейском языке который понимали евреи но далеко не все римские воины вот почему на голгофе когда он сказал на еврейском языке или или лама совахвании вероятно римские воины поняли неправильно и так как я говорил ранее моих предыдущих видео о смысле и значении библии и писании для нас современных верующих малого времени то появляется такой вывод поскольку иисус преднамеренно не диктовал писания то очевидно их написали люди по тщательном исследовании для главенствующей римской империи того времени и главенствующего на то время греческого языка вот почему евангелия в оригинале были написаны на греческом хотя и очевидно что иисус проповедовал на еврейском и так как же ангел сказал марии назвать младенца написано дали ему имя иисус нареченной ангелом прежде зачатия его во чреве но иисус это греческое и совсем не еврейское имя выходит что это уже переведено на греческий язык имя а как в оригинале оно звучало на еврейском иисус ангела мы не знаем другом месте написано что во сне иосифу было сказано что нарекут имя ему эмануил что значит с нами бог да это на еврейском но почему-то в новом завете это имя никто не употреблял что вызывает вопрос выходит что настоящий имени иисуса какой ангел повелел дать рожденному мессии мы не знаем она похищена с одной стороны это и правильно поскольку для спасения всего рода человеческого это уже не играет особой роли так как иисус спас всех смотрите мои предыдущие видео но чтобы это имя по напрасно не произносилось не поносилось и не проклиналась то бог допустил чтобы это имя скрылось от врагов вспомним заповедь не произноси имени бога твоего напрасно это вполне вытекающие из этой заповеди последствия я недавно услышал что даже путин прячет свой настоящий день рождения для того чтобы астрологи или гадатели или как там их еще называют не прочитали его судьбу и не сделали ему определенный вред ибо зная дату рождения человека и его имя можно принести определенный вред тому человеку так тем более имя спасителя который спас весь род человеческий не должно быть просто так произносимо любым неверующим человеком или попусту или для хулы но все же в сегодняшнем переводчике находим ссылку на то что имя иисус на еврейском звучит как иешуа я думаю что скорее всего это неправильно так как я не слышал о древнем оригинале который бы подтверждал это скорее всего это догадки или предпосылки переводчиков но все же это имеет более правильный смысл чем называть чем неизвестный нам иисус и поскольку иешуа это еврейское слово имеет значение спаситель то я думаю это имя и стоит употреблять при произнесении имени иисуса христа поскольку спасителем его вполне можно назвать так как и господом вернее господином также как и царем и так далее эти имена можно употреблять хотя это не совсем то единственное верное имя иисуса которое вначале было дано ему ангелом если не хотите называть его по еврейскому иешуа то тогда называйте его по смыслу при переводе это спаситель если вам спаситель не подходит то называйте просто по звучанию иешуа но ни в коем случае не называйте его иисус недавно просматривая один фильм мне приходилось часто слышать имя зус где говорилось о боге зевсе и на английском языке это так звучало очень часто что очень было похоже на вторую часть слова имени иисус как иезус я вспоминаю что однажды слышал о переводе имени иисуса на наш язык что означает и это сын а зус это зевс получается сын зевса это вполне логическое значение имени иисус похоже дело обстоит и в английском переводе там тоже слово jesus имеет корень имеет слово за с как зевс а джи скорее всего как сын друзья советую вам остерегаться и не произносить эту неизвестного происхождения не еврейское имя иисус я верю что когда придем небо там мы узнаем его истинное имя и назовем и поклонимся ему а сейчас на земле давайте хотя бы называть его спасителем или иешуа заключение еще хочется добавить также от об имени бога слово бог на нашем языке имеет корень богатства что звучит как мамона на еврейском же слово бог довольно трудно перевести звучит оно как элохим но насколько я смог максимально точно на сегодняшний день я перевел элохим как всемогущий не называйте его богом но я советую называть его всемогущим получится начале всемогущий создал небо и землю они в начале бог создал небо и землю не мамона а всемогущий в английском переводе также слово гад происходит от слова гадема это одно из имен будды поэтому также гадом не называйте его по-английскому если не уверены и боитесь говорить что-то относительно бога лучше промолчите но не говорите то слово значение которое вы не знаете я понимаю что вы доверяете переводчикам но я вас сегодня как раз таки хочу предупредить о том что переводчиком библии нельзя доверять но нужно все проверять самому сегодняшний век компьютерной технологии где с помощью компьютерных переводчиков вы легко можете перевести любое слово на любой язык вы должны использовать эту возможность и переводить сами я говорил сегодняшним некоторым пятидесятническим епископам что у нас есть сегодня деньги возможность организуйте переведите библию на наш язык точнее без предвзятости они же конечно не ответили мне одобрительно я все же буду иногда употреблять эти имена иисус и бог в моих дальнейших видео лишь только по той причине что просто по-другому вы не поймете о ком я говорю но по возможности буду стараться называть его спасителем а бога всемогущим еще скажу что христос это имя переводится как помазань и звучит на еврейском как мещи и поэтому тут также следует говорить спаситель помазанье а не иисус христос и так воздаю славу моему спасителю помазаннику и его всемогущему отцу во веки аминь